Сейчас, по нормам проектования, делается целая работа, которая называется ОВОЗ. Оценка воздействия на окружающую среду. То есть без этого главы никакой проект экспертизы не пройдет. Поэтому до того времени, пока даже до начала проектования, выполняется ОВОЗ. И все вопросы, которые касаются экологии, они будут зафиксированы. И все действия, которые нужны, чтобы у нас не было шкидливого вплива, они все будут предъявлены в этом ОВОЗе. У меня еще так и до громады, но зауважено. Я хотел бы сказать, у нас родовище занимает контур 9 гектаров. Вы мне скажите, какая еще организация может сделать на 9 гектар 300 рабочих мест с нормальной заработной платой? Середняя заработная плата будет в путь от 15 до 20 тысяч на сегодняшний день. Что вы директору? Значит, рабочие специальности будут получать больше 10 тысяч. Инженерные специальности будут получать от 20 до 25 тысяч. Это будет зависеть от того, какая обязательность будет на сегодняшний день. Меньше 10 тысяч заработной платы, ну может только, если будет прибиральница, и работать 3 часа на сутки до ней будет немного меньше. Я вам хочу сказать, что сейчас на предприятиях Кривого Руку, сейчас у вероятников... Я вам хочу сказать, что сейчас на ГОКах Кривбаса основные рабочие специальности, это машинист экскаватора, машинист локомотива, драбильщик. Зарплата до 30 тысяч гривен. Это на ГОКах. Ну, ГОКи, конечно, намного больше, чем это, но уже и деньги совсем другие. Это не какая-то тайница. Я думаю, у вас, у кого-то есть родители или друзья в Кривом Руке, вы можете звонить, узнать, какая зарплата на ГОКах Кривбаса. Я вам могу сказать, что на нашем предприятии заработная плата не будет нижче, ни средне, по ГОКах. Это точно. А по некоторым специальностям будет и выше. Дай, пожалуйста. Я надам слово юридичному консультанту, він відповість про компанию. Здравствуйте.